Сегодня я расскажу вам, чем кормить иршевского терьера. Я уже говорила, что кормлю их натуральной пищей и также еще и сухим кормом. Сегодня вечер, 25 июля 2016 года. Мы готовимся к вечернему кормлению. И вот на сегодня у нас готовится еда для определенного количества йорков. Итак, на сегодня у нас вареные желудочки куриные, резанные. Примерно из расчета 50 на 50. Мясо и рисовой крупы примерно тоже на количество собак столовых ложек. Итак, все это смешиваем. Иногда я варю им гречневую крупу, только рис и гречка у нас в рационе. Овсяные крупы йоркам не даются, потому что они имеют свойство залипать, слизистые очень, усы грязные. И пшено, перловая крупа не переваривается у собак, поэтому не кормим мы таким продуктом. Сегодня у нас рис, напоминаюсь, желудочками. Из расчета 50 на 50. Также можно в эту смесь добавлять не только желудочки, можно кашу давать с мясом, с куриным, с говядиной, с телятиной, с нежирными сортами рыбы. Можно заменить на вареные яйца. Сегодня еще мы добавим сюда морковку. Сезонные овощи бывают добавляются зимой одни, летом другие. Ну, сегодня у нас морковка молодая, немного отварная. Это мы готовили на наш салат. А можно давать сырую? Можно сырую добавлять, можно добавлять помидорчик, перчик тоже. И сегодня у нас вот такой будет рацион. Все время он разный. Даже не повторяется, иногда повторяется, то ли каша другая, то ли вместо мяса яйца, рыба, печень, все что угодно. Вместо овощей можно добавлять перец болгарский, осенью можно тыковку припущенную, можно ее тушеную, можно кабачок, можно помидорчик. Ну, в общем-то, капусточку. То, что есть у нас в сезоне. Итак, из расчета. Итак, каждую порцию, вот на количество собачек, мы раздачу, как в детском саду или же в перьерском лагере. Каждая собачка получает свою определенную мисочку. Никто никого не объедает, всех все хватает. То есть на одном блюде я не кормлю собак, хотя их даже если много, каждая собака имеет свою миску и получает определенную... Ты хочешь сказать, что собаки знают свои миски и отличают? Конечно. И хочу сказать, что есть собачки, которые больше кушают, есть собачки в питомнике миники, которые меньше кушают, есть малоешки. Я уже знаю, кто сколько съедает уже, кому нужна дополнительная порция, а кому нужно немножко худеть. Поэтому, в общем-то, за годы содержания собак в питомнике я примерно даже знаю, у кого какой аппетит. А какой возраст самой старой собаки в питомнике? Ну вот мисочка Фанечки, ей уже 15 лет. Я знаю все мисочки, могу назвать. Фани, Тути, Ия, Удины с голубой каемочкой обязательно. Это Кирина, это Лео, это Дуняши, это Варюшкина, это Чили, это маленькой девочке Марты, это Гулина, но это нашего гостя Квеста, который у нас в гостичке, питомники. Поэтому мы ему как мужчинке подложим добавочки и Лео тоже. Генке у нас 13 лет, она есть немного. В общем-то, это никак не сказывается на ее фигуре, выглядит она пампушечкой, даже при таком. Примерно каждая собака получает 2 столовых ложки, может быть чуть кто-то больше. Но это не сухой форм, здесь позволяется больше чуть-чуть давать, потому что это продукт натуральный. Тем не менее, они в хорошей кондиции, все собаки питомника. Так сколько ты сказала самой старой собаке? 15 лет. 15 лет. Это информация для тех, кто любит подискутировать насчет питания. Вот вам опыт, как говорится, живой опыт, чем надо кормить собаку. Берите пример с питомника 20 века. 13 лет, 12 лет, 6 лет, 5, 6. Ну, в общем-то, 6 с половиной, 3 года. Поэтому собаке и добавляю в корм. Иногда это, может быть, оливковое масло. Сегодня это рыбий жир. Полезный, иногда очень необходимый. Я его добавляю не постоянно, а определенный период времени. Может быть, месяц я добавляю рыбий жир. Следующий месяц мы едим оливковое масло. То есть, так по ложечке, по кофейной, каждую порцию, не перемешивая в общие кастрюльки. Добавляем каждой собачке. Стареньким для хорошего состояния. Молодым для роста, для косточек. Ну, в общем-то, как в детском саду я уже говорила. Каждый питомец у нас, как ребеночек в детском садике. По кофейной ложечке, не больше. А они кушают еду с таким маслом? Не брезгуют? Ну, оно пахнет рыбой, конечно. Нам это не совсем нравится. Но в детстве, мы, наверное, помним, в детском саду нам всем давали рыбий жир. Здесь много витамина D, E. Собаки едят? Конечно, кушают. Носом не воротят? Нет. Нет, да. Итак, вот вечерний у нас ужин готов. Для собак-питомника.